Первый раз в первый класс, причем в класс новый, во вновь построенной школе. Корпус для начальных классов 15-й гимназии на Макаренко рассчитан на 400 школьников, поэтому в этом году в гимназии сформировали целых 7 первых классов. Корпус для начальных классов построили в рекордные сроки по соседству с основным зданием школы. Поздравить учеников и педагога в начальной школы с новосельем приехал глава города Анатолий Пахомов. Я с большим удовольствием хочу поздравить и маленьких наших первоклассников с первым звонком, и, конечно же, родителей с этим замечательным праздником. Я также желаю счастья нашим педагогам, желаю им здоровья, успехов, хороших родителей. После торжественной линейки вчерашних малышей из детских садов ждал сюрприз. Руководство школы подготовило насыщенную развлекательную программу с песнями и танцами, в которых участие принимал и директор школы. После ученики в сопровождении своих первых учителей отправились знакомиться в новые классы, а для почетных гостей провели экскурсию по всему зданию. Показали просторные кабинеты, октовый зал, вместительную столовую и полностью укомплектованные медицинские блоки. В таких комфортных условиях отдельно старшеклассников будут обучаться дети с первого по четвертый класс. Родители уже успели по достоинству оценить новый формат обучения. Я считаю, что от первого до четвертого класса именно так и должно быть в любых школах, потому что взрослые все равно отдельно, у маленьких свое государство должно быть. И всегда, наверное, так и было, и в Советском Союзе. По крайней мере, я тоже так выросла, у нас отдельно была школа. Начальная отдельно была старшая. У них отдельный кабинет, насколько я знаю, для раздевалки и все. Ну, в общем, очень хорошо сделали все. Мы все довольны. В преддверии учебного года городские власти постарались выполнить программу «Максимум». Две школы, по сути своей, да, и мы их называем пристройками. На самом деле, это отдельные корпуса на 400 школьных мест. И также в этом году мы открыли уже детский сад на Мацесте, номер 4. В ближайшее время, очевидно,